Привет! Вы на канале про продукт. Как по правилам хранить дома фасоль? Сельскохозяйственную неприхотливую культуру фасоль знают во многих странах. Растение отличается неприхотливостью и высокой урожайностью. Эта питательная белковая пища может заменить на столе мясо. Усвоение фасолевых бобов организмом человек проходит легко. Еще культура богата аминокислотами, набором из витаминов и углеводов. Чтобы урожаем можно было пользоваться до весны и дольше, и его не повредили жучки и фасолевые зерновки, нужно обладать знаниями, как правильно хранить фасоль. Этапы подготовки. Пригодность свежесобранных фасолин короткий. Упаковав бобины в контейнеры и поставив в холодильник, потребуется использовать их за неделю. Сухую фасоль хранить можно довольно долго. Сушеный продукт сохраняет всю пользу и питательность. Перед тем, как отправить фасолевые бобы на хранение, их требуется внимательно перебрать, чтобы не навредить всему запасу хотя бы одним испорченным стручком. Если жуки даже слегка повредили фасоль, этот экземпляр лучше выбросить сразу. Перед тем, как хранить фасоль в домашних условиях, просматривают каждый стручок, цвет оболочки должен быть ровным, на стручках обязательно отсутствуют пятна и желтизна. Все экземпляры должны отличаться упругостью. При наличии сморщенных стручков от них избавляются. Как сушить фасоль? Сушка должна быть естественной. С собранного урожая не нужно снимать оболочку. Следует разложить стручки по подносам, либо на растеленную ткань, листы бумаги. Продукцию оставляют в проветриваемом месте, исключая попадание прямого излучения. Можно расположить фасоль под навесом либо на веранде. В деревнях прибегают к старинному способу сушки, когда стручки не отделяются от ботвы, а цельные растения развешиваются по забору. При этом листья будут прикрывать фасоль в оболочках, обеспечивая тень. Процесс сушки занимает времени около недели. Все зависит от погодных условий. Стручки должны стать полностью желтыми. При ощупывании чувствуется их жесткость и сухость. Треснувшие по линиям створок стручки надо лущить. Прежде чем фасолевые бобы будут отделены от оболочек, лучше еще раз проверить, нет ли на продукции повреждений. Сухие фасолинки не будут упругими. Взяв несколько бобин, можно встряхнуть их в руках, будут слышны характерные звуки стука. Совет. Излишняя сушка нежелательна. Чтобы приготовить пересушенную фасоль, придется замачивать ее в воде на долгое время и также длительно варить. Заморозка. Замороженную фасоль возможно сохранить в морозилке в условиях 18 или 24 минусовых градусов до 6 месяцев. В этом случае важны знания, как хранить фасоль. Сложенная в пакеты продукция в стручках после того, как ее достать из морозильной камеры и разморозить, почернеет, станет мягкой, скользкой и непригодной к употреблению. Правильный процесс начинается с подготовки продукции в оболочке, когда с каждого экземпляра срезаются кончики. Стручки режутся кусочками длиной по 5 или 7 см. Параллельно следует немного посолить и закипятить воду. В нее опускают нарезанную фасоль. Вареный продукт раскладывается на тканевой либо бумажной поверхности. Остывшее и подсохшее сырье фасуется по небольшим целлофановым пакетам или полиэтиленовым мешкам. Для хранения можно воспользоваться герметичными пластиковыми контейнерами. Совет. Если морозить отварной фасолевый продукт в мешочках, из них надо удалить максимум воздуха. При этом отверстия в упаковке не делают. Мешочки хорошо завязывают и складывают в морозилку. Бобы перед хранением в морозильной камере не отваривают. Их промывают, сушат и рассыпают по емкостям. Предупреждение появления жучка. Если фасолевые зерновки поразили фасолевую культуру еще в огороде, пока растение созревало, они могли оставить несколько своих личинок в бобах. Зерновок сложно увидеть невооруженным глазом. Поэтому необходимо следовать рекомендациям, как хранить продукцию правильным образом. Если жучки завелись, их будет сложно вытравить в полной мере даже ядохимикатами. Фасолевую культуру лучше всего хранить в холоде. В таких условиях зерновки не могут заводиться, а уже имеющихся личинок убивает отрицательными температурами. Фасолевый боб при минусовых градусах не сможет долго прорасти. Чтобы провести профилактику фасолевых бобов, потребуется растворить столовую ложку соли в стакане воды и на некоторое время замочить в растворе продукцию. После просушки фасую, чтобы длительно хранить. Места, где хорошо хранить. Где хранить бобы определяется, исходя из метода, и в зависимости уровня температуры и влажности помещения. Идеально хранить фасоль в погребах, сараях или кладовых, в которых температура не поднимается выше плюс 5 градусов. В подвале и на лоджии хранить продукт можно, но недолго, поскольку температура и влажность в этих местах переменчивы и в подходящих емкостях. Для того, чтобы хранить продукцию всю зиму, ее нужно рассыпать в бумажные или тряпичные мешочки. Большой объем можно расфасовать по картонным коробкам или деревянным ящичкам, в которых проделать вентиляционные отверстия. Повышенная влажность может привести к плесени и болезнетворному грибку, поэтому важно, чтобы в коробах было движение воздуха. Сколько можно хранить фасоль, в каком виде, в чем и где ее оставят. Запасливые хозяюшки хранят бобы не один год. В качестве емкостей идеально воспользоваться стеклянными баночками. Дно банок посыпают золой, на одну емкость достаточно половины горстки. Фасоль насыпается, чтобы посуда была полностью заполнена. Для герметизации берут жестяные крышки. Этот способ позволит хранить урожай от 3 до 5 лет. На годность оказывает влияние сорт культуры. Полезные свойства сохраняются полностью. Эти бобины не проращиваются, из них готовят блюда по разным рецептам. Как хранить в комнате. Фасолевую продукцию можно оставить хранить в квартире на зиму в условиях комнатной температуры. 4 кило урожая можно оставить в холодильнике. Оставшиеся фасолины, завернутые в целлофан, обрабатываются отрицательными температурами в морозилке в течение примерно 3 часов, чтобы исключить заражение зерновыми паразитами. Вынутая из морозильника продукция просушивается. Можно прогреть бобы в духовом шкафу при 50 или 70 градусах примерно час. Дверца духовки должна быть приоткрыта, а рассыпанные по противню фасолины укрыты листом пекарской бумаги. При увеличении температуры до 100 градусов, время термообработки будет втрое меньше. Требуется внимательность, чтобы сырье не пригорело. После сушки фасоль нельзя будет посадить на грядки. Для упаковки подойдут холщовые мешочки, керамические, жестяные, стеклянные и непрозрачные пластиковые емкости. Посуда должна быть снабжена плотно прилегающими крышечками. В комнатных условиях хранить фасолевые бобы нужно в сухом и темном месте, к примеру, в кухонном шкафчике, имеющем закрывающие непрозрачные створки. Чтобы не бояться, что заготовки поточит зерновка, в упаковке с фасолью можно добавить укропные семена, кориандр, розмарин, листик лавра, разрезанный чесночный зубчик. Аромат постепенно выветрится. Консервирование. Иногда фасоль самостоятельно консервируют. Полкило бобов замачивают в холодной воде, через 7 часов сливают. Фасоль надо сварить в литре воды с добавлением сахара и соли, по 40 грамм, и специй, гвоздика, перец горошком. В конце процесса приливают уксус, 7 чайных ложечек. Сваренная через 2 часа продукция закатывается в стерильных банках. Вареную фасоль в закатанной таре допускается хранить пару лет. Понравилось видео, не забываем ставить лайки и подписываться на канал. Субтитры создавал DimaTorzok